Здравствуйте, ребятушки, фотошоперушки! Сегодня я вам покажу очень интересную возможность в программе Adobe Photoshop. Я покажу вам, как заменить цвет чему угодно и кому угодно. Притом, это самый простой способ в этой программе. Наверное, один из самых простых. Проще уже некуда, по-моему. Вот, допустим, нам нужно поменять вот этой шакирушке на фотографии. Платьице, да, емное. Ну, некрасиво, да. Может, кому-то не нравится синий цвет платья. Может, кому-то хочется, например, чтобы у нее было красное платье или какое-нибудь зеленое. Вот для этого нужно использовать один инструмент. Называется он цветовой тон, насыщенность. Мы просто заходим в раздел изображения, коррекция и выбираем здесь цветовой тон, насыщенность. Можно нажать на комбинацию горячих плавиш Ctrl и U. Ну, мы сейчас через вот мышку просто выберем, да, вот цветовой тон, насыщенность. Появляется такое окошечко. Все тут очень просто, три полосочки. Так, ну, чтобы начать с ним работать, можно сделать просто вот здесь выбрать синие вот эти вот тона, да. И сразу менять цвет, так как тут у нас отчетливо видно, что платье синее. Больше никаких цветов тут нету. Синих-то, кроме этого платья. Но можно сделать по-другому. Можно вот, чтобы более точно, да, выбралось этот цвет, который нужно поменять. Вот, кликайте вот по этой ладошечке, вот по этой вот, вот так вот кликнули, появляется пипеточка. И с помощью этой пипеточки мы уже кликаем по тому цвету, который нам надо поменять. Вот по тем цветам, вот, по самым основным цветам. Это вот светло-синее, темно-синее. Вот, в общем-то, и все. Ну, тут насыщенность у нас немножко поменялась, да. Поставим ее на ноль сначала, а уж там, посмотрим, надо будет, прибавим насыщенность, не надо, убавим. Вот, в общем-то, у нас, видите, автоматически определилась синяя тона, да. Вот здесь вот, у нас, видите, вот этими скобочками определяется цвет, который мы будем менять. Вот, если мы теперь будем дергать вот этот ползуночек, вот, цветового тона, например, направо потянем его. Смотрите, что происходит. Платье у Шакиры чудесным образом начинает меняться. Если влево потянем, вот оно уже у нас тут какое-то такое голубое платье стало. Ну, вот, собственно, но это пока еще не все. Здесь можно сделать более разумно, более хитро, короче. Можно сделать вручную, вот здесь вот подправить. Просто диапазон вот этих вот цветов можно вот так вот взять и сделать побольше. Просто вот расширяйте вот эти границы. И тогда цветовой вот этот вот баланс, так сказать, этого платья будет меняться уже более адекватно. Вот, например, так мы, да, расширили. Теперь немножко получше будет меняться цвет. Видите, уже нет таких вот отчетливых таких, как они называются, артефактов. Это вот когда, знаете, как пиксели такие вот загаженные из платья выглядывают. Вот сейчас такого уже почти что нет. Видите, уже более адекватно меняет цвет. Вот, ну, это вообще самый простой способ изменить цвет чему угодно. Ну, фотография у нас тут в виде такая довольно-таки простая. Синий цвет только на платье, да? А представьте, если бы был синий цвет, например, у нее на роже, или были бы синие волосы, тогда, получается, у нас не только платье поменяло бы свой цвет, но и то, что остальные, короче, детали фотографии, которые имели такой же цвет, они тоже бы меняли свой цвет. А вот нам этого не надо, к примеру, да? Вот здесь уже идет способ немножко посложнее. Давайте отключим это нафиг. И выберем другую фотографию, где у нас уже тоже надо поменять цвет, но это уже более сложно, так сказать. Вот у нас есть такая вот Шакира. Тоже Шакира, да. А, что-то на Шакире я немножечко подвис, так сказать, да, в этих уроках по фотошопу. Вот давайте поменяем ей волосы, да, вот волосы. Но тут проблема какая. И кожа, и волосы, да и губы у нее тоже. Все довольно-таки так, это, похоже, да, цвет-то похожий. Если мы будем менять цвет через этот же инструмент, изображение, коррекция, цветовой тон, насыщенность, выберем здесь вот с помощью вот этой вот, вот этой вот ладошечки, да, пипеточки, кликнем по волосам и начнем менять цвет. Смотрите, что происходит. Вот это вот уже не очень хорошо, да? Это же нам не надо. Смотрите, она какая синяя вся стала. Не только волосы меняют свой цвет, но и все остальное меняет свой цвет. Отменяем. Вот для этого есть уже, так сказать, корректирующий слой. Инструмент-то тот же будет у нас, цветовой тон, насыщенность. Но уже он будет у нас через корректирующий слой идти. И там к нему добавится маска. Для этого мы можем выбрать этот инструмент, корректирующий слой. Вот при помощи, вот видите, здесь такая есть, сейчас подсветится подсказка. Вон, создать новый корректирующий слой. Но я в прошлых своих древних видеоуроках по фотошопу очень детально про это говорил. Если хотите, найдите этот видеоурок и посмотрите. Вот кликаем по этой вот иконочке и выбираем здесь то же самое, цветовой тон, насыщенность. Вот. Инструмент этот у нас уже тут не в свободном окошке появился, а вот здесь вот. В панели инструментов. В слоях, да. И вот у нас здесь появилась маска. И смотрите, что теперь мы можем сделать. Поначалу все будет одинаково. Кликаем по этой ладошке, появляется пипеточка. Кликаем по волосикам. Все, цвет определился. Красные оттенки. Теперь что мы делаем. Можно немножечко расширить вот здесь вот границы цветового этого диапазона, чтобы у нас более отчетливо менялся цвет волос. Вот так вот можем расширить. Ничего страшного. Все, теперь можем менять цвет. Пока что все то же самое, что и в том инструменте было. В простом цветовой тон, насыщенность, без маски. Вот давайте, например, сделаем волосы вот такими вот, да. Пускай будут такими. Теперь переходим на маску. Кликаем по маске и нажимаем такую секретную комбинацию клавиш. Ctrl и I. Ну, палочка там еще такая английская, где буква ши русская. Нажимаем. Все, у нас эта маска закрашивается полностью в черный цвет. Она пропадает у нас. Все у нас пропало. Но это так и должно быть. Вы не пугаетесь. Короче, теперь выбираем. Так, по-моему, черный цвет, да. Ну, давайте сейчас увидим. Кисть выбираем. Окей. Так, инструмент кисть. Вот. Немножечко диаметр кисти увеличим. Так, значит, белый цвет. У нас белый цвет, по-моему, маску открывает, да. Вот, видите, что происходит? Вот таким вот обыкновенным, нехитрым способом мы красим волосы, Шакири. Как маляры. Красим волосы. И вот так вот аккуратненько. Ну, там, если что-то задели, да, вот пространство какое-то задели, там не нужно перекрасить в синий цвет, то это можно выбрать уже черный цвет и убрать это. Ну, давайте, вот не спеша, торопиться некуда. Сейчас у нас 30 минут с первого, да. Мне, в общем-то, 2 часа на работу, так что я еще успею этот видеоурок доделать не спеша. Так, и вот, сейчас мы вот так вот все сделаем. Так вот аккуратненько. Это процесс творческий, так сказать, да. Работа с фотошопом, это же творчество, елки-палки. Это очень долготворно сказывается на психике человека, да. Вот так вот спокойненько малярить, менять цвет. Это как детская раскраска. Вот. Так, вот здесь, вот здесь вот. Кожу не задеваем, кожу вот не надо. Кожу не трогаем. Вот здесь вот можно радиус уменьшивать. И вот тут вот, видите, волосик есть. Вот мы его тоже сейчас. Вот так вот покрасим. Так, и вот здесь вот. Вот еще, видите, вот волосик он проходит вот так вот. И вот так вот проводим. Так, вот здесь, видите, я немножко пространство это самое задел. Просто меняем цвет на черный. И так же, просто вот так вот закрашиваем. Под маску скрываем вот это вот. То, что нам не нужно. Вот таким вот образом. Ну, я вам примерно показываю. Если вы будете серьезно, да, что-то перекрашивать там для каких-то уже более профессиональных работ, то там уже, конечно, подходите к этому делу очень серьезно. Все очень тщательно проделываете, увеличиваете там фрагмент необходимые вам области, которые вы хотите перекрасить. Например, вот здесь у нас 100%, да, вы возьмете, к примеру, вот так вот инструмент лупу, вот так вот выделяете нужный участок. И вот так вот все более детально, так, инструмент кисть, более детально все вот так вот перекрашиваете. Я уж вам примерно здесь показываю. Так, давайте вернем обратно 100%. Так, ну вот, смотрите, вот мы перекрасили волосы. Теперь мы можем таким же образом абсолютно в любой цвет превратить Шакирины волосы. К примеру, вот такие вот химические какие-то они уже у нее стали. Такие какие-то непонятные. Вот так вот очень просто. Хотите, чтобы Шакира посидела, например, стала седой, просто берете насыщенность в ноль, ставите. Вот, пожалуйста, у нее старческие волосы, да, седые, она посидела совсем. Можем наоборот прибавить ей насыщенности. Ну, тогда у нее волосы как фосфорные уже начинают светиться. Это тоже не очень хорошо. Тут уж сами смотрите, есть яркость, можно яркость увеличить. Смотрите, она превратилась в блондинку, да, белые волосы у нее стали. Хотите, чтобы она стала брюнеткой? В ноль яркость ставьте. Вот у нее черные волосы. Все абсолютно просто, легко, понятно. Вот такой вот очень простой и в то же время эффективный инструмент перекрашивания чего угодно на фотографии. Не обязательно волосы, там, платье перекрашивать. Ну, чего угодно. Да, вот, машину можете перекрасить, зубы у нее можете перекрасить. Ну, все, что угодно, короче. Все, что вам в вашей фантазии захочется перекрасить, все можно вот таким аналогичным способом сделать. Короче, все, ребятушки. Я заканчиваю свой видеоурок. Надеюсь, он был для вас полезным. Уж как смог, так и сделал. Все, до свидания, до следующих видеоуроков. До новых встреч.